Друзья, у меня есть всего лишь 5 минут, чтобы это видео записать, но формат нашего вот этого такого великопостного марафона, когда по воскресеньям я объяснял день за днем, что будет на следующей неделе. Пяти минут вообще не предполагает, тем более, когда впереди Страстная Седмица. Поэтому я сейчас, ну, коротко там, да, крупными мазками расскажу, что будет впереди, но если у вас остаются вопросы, вы их пишите внизу, и если у меня будет такая возможность, то в течение недели я постараюсь на них ответить в следующем видео. Сегодня у нас праздник Входа Господня в Иерусалим, он уже завершается. Мы как бы окунулись в такое торжество вчера и сегодня. Была Лазарева суббота, воскрешение Лазаря, и сегодня Вход Господня в Иерусалим, когда мы вместе с теми людьми, которые встречали его тогда, человека воскресившего, четырехдневного мертвеца, встречали его с пальмовыми ветвями, постилали там ветки, ветки, да, и что еще там, одежду постилали, да, под осленка, на котором ехал Христос. И вот мы сегодня говорили, да, Христос, ты истинный царь этого мира. К сожалению, те люди, которые это кричали тогда, они чуть позже кричали «распни его». И вот нам с вами очень важно не удержаться от этого. Вот что будет в предстоящую седмицу. Великий пост закончился. Он, по сути, номинально, ну и по факту тоже закончился еще позавчера, в пятницу. В пятницу пелись такие песнопения «Душеполезную», совершив четыридесятницу. Пост кончился, весь Великий пост был подготовкой к Страстной Седмице. Представляете, Страстную Седмицу, которую один богослов называет последней схваткой, решающей схваткой Христа со смертью. Вот Христос. Теперь мы за Ним пойдем по дорогам Иерусалима вместе каждый день. Понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Вот если кто-то считает, что еще чуть-чуть осталось попаститься, и дальше будет радостная Пасха, и мы вот в храмы придем, будем праздновать Пасху. Вы ошибаетесь. Мы Пасху празднуем после того, как провели Страстную Седмицу. То есть невозможно по-настоящему праздновать Пасху, если ты перед этим вместе с Богом не прошел его вот этот путь, хоть чуть-чуть. Поэтому в храмах у нас каждый день будет Божественная Литургия, кроме Великой Пятницы. В понедельник, вторник, среду будет Литургия. В четверг будет День Рождения Литургии, День Установления Тайной Вечери. В пятницу мы будем молчать и плакать, стоять у креста. В субботу будет уже радость, наступит. Пока белоснежная пасхальная радость будет наступать, мы будем молчать и продолжать. Христос будет находиться во гробе, но вот это ощущение того, что суббота и Христос в аду, который Он разрушил. Он туда уже спустился, Он уже Его разрушает. Бог попал туда, где Бога нет. То есть ад – это место, где не было Бога. И вот туда попал Бог. И ночью мы будем радостно, Бог даст встречать великий праздник Пасхи. На этой неделе впереди есть, наверное, пара главных опасностей. Опасность того, что мы будем сильно унывать, что нам вот надо еще додержать, но не будем вот это наша попытка отказаться от развлечений, от телевизора, от смеха, от общения, излишнего, да, от книжек каких-то пустых, от разговоров. Вот если мы вот это все не будем заполнять тем, что нам предлагает церковь. То есть это как бы вроде бы мы и будем поститься опять, но будет только знак минус, а знака плюс не будет. Вот для того, чтобы мы страстную седмицу провели не зря, нужно не просто отказаться от развлечений, а забыть про развлечения с целью вспомнить про Христа и со Христом пройти Его путь. Каким образом это делается? Церковь – это, повторю, эту истину, да, это большая машина времени, и на богослужениях мы попадаем в то событие, которое сегодня празднуется. Вот если у вас, если вы пенсионер, там, или у вас отпуск вы взяли, там, молодцы, да, ведете в церковь, каждый день ходите в церковь, и там, только там можно максимально полно прочувствовать ту реальность, в которой был Христос последние семь дней своей жизни. А если вы не можете, то вы хотя бы какие-то молитвы из богослужения, может быть, читаете утром дома, смотрите отрывок трансляции, 10-15 минут утром перед работой, вечером идете в храм, если получается. Вот, то есть мы не должны про храм забывать. Ключевые службы, конечно, первые три дня, это у нас подготовка к ключевым службам, первые три дня службы более-менее одинаковые, ну, относительно одинаковые, да, по форме своей. Далее у нас наступает четверг, это установление Христом Тайной Вечери, поэтому мы в четверг, ну, все христиане стараются причаститься, потому что, ну, это день рождения Божественной Литургии. Вот, конечно, мы стараемся и другие дни тоже причащаться по возможности, по нашему состоянию. Вот, четверг вот это будет, потом у нас пятница, это Литургии нет, это стояние у Креста, в четверг вечером будет служба, обычно в большинстве храмов, 12 страстных Евангелий, когда такая длинная, достаточно тяжелая физическая служба, когда мы читаем 12 отрывков из четырех Евангелий, связанных со страданиями Христа. Именно там мы, повторюсь, погружаемся вот в этот мрак и в эту боль. Мы как бы вместе с мамой Христа, вместе с его учениками, с Марией Магдалиной стоим у подножия на Голгофе, у подножия Христа и пытаемся каким-то образом сострадать Бога-человеку, который распят на древе. Это обычно в четверг вечером. В пятницу у нас вечером, ну, утром тоже длинная служба, по-моему, длинная, по-моему, там будут царские часы читаться, ну, то есть что-то тоже без литургии. Далее в пятницу вечером у нас будет вынос плащаницы. Я очень набегу, надеюсь, я не ошибаюсь. Если что, поправьте внизу. Будет вынос плащаницы, будет чин погребения плащаницы, то есть мы будем как бы на похоронах Христа. И дальше будет победное шествие с плащаницы вокруг храма с пением Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный. По-моему, у нас как бы шествие Христа в аду, победное шествие. Мы уже начинаем радоваться. То есть мы уходим в пятницу вечером, и мы, поскольку уже начали отмечать субботу, мы уже начинаем радоваться. Суббота, суббота, великая суббота, тоже ее нельзя пропускать. То есть, если вы можете, обязательно идите в храм, обязательно причащайтесь, причащаться в субботу и в пятницу, и в воскресенье ночью можно, в четверг, в субботу и в воскресенье тоже можно. Дело не в чистоте. Если вы можете причаститься на Пасху, то есть если вы настроены, со всеми примирились, постились, старались, все, то никто вам не запрещает причащаться в субботу, причащаться в четверг, даже в понедельник, вторник, среду, там, да, с батюшкой, если поговорите. То есть вот такой момент. Если вы недостойны, если вы не готовы, то вам нельзя и на Пасху причащаться. Об этом подумайте. Вот. Ну и мы приходим потом в воскресенье на службу. Кто-то рано ночью, кто-то утром, и будет, Бог даст, ликующая Пасха. Потом мы эту Пасху продолжаем праздновать, тоже, кстати, в храмах, но об этом поговорим отдельно, это уже будет следующая Светлая Седмица. Все, вам не надо убегать. Если какие-то вопросы остались у кого-то, пишите в комментариях. Вот мне уже написали, как могли Христа предать, что-то там, в общем, с богослужебным, ну, с временем Христа, с таймингом, ну, не с таймингом, как правильно сказать. Короче, спрашивают по поводу того, в какой день что случилось. Бог даст, я если успею, я на этот вопрос отвечу. А если что-то еще будет, тоже пишите. Всем желаю и себе тоже, чтобы мы отвлеклись от уборки квартиры, даже от уборки квартиры. Сейчас не время браться в квартире. Отвлеклись от каких-то развлечений, поездок. Сейчас не время куда-то ездить. Отвлеклись по возможности от лишней работы, которую можно будет сделать потом. Сейчас не время излишне работать. Отвлеклись от приготовления куличей и всего прочего. Сейчас не время готовить куличи. Лучше в магазине купить кулич, но в храме побыть, с Богом побыть. И страстную седмицу не разменять вот на эту ерунду вроде праздничного стола. По возможности, по возможности, все это давайте в перерывах между службами делать. Если не успеваем, то лучше этого не делать, но лучше все-таки в храм поспешить. До свидания.